здравствуйте уважаемые подписчики уважаемые слушатели зрители все кто меня слушает и не слушает но просто смотрит в общем всем привет я долго не появлялся просто не было музы и дело в том что что-то записать реальное для этого нужен какой-то посыл для этого нужно собраться и даже время нужно для этого но кто этим занимается те понимают кто этим не занимается поймите что это именно так что если даже есть что сказать просто взять и сказать это не всегда технически возможно это не всегда физически возможно и так далее ну в общем я не от этого канала я не завишу еще раз повторю опять и опять для меня этот канал реальная журналистика real russian news скорее всего он не является моим каким-то каналом для дохода для прихода это это своеобразный стиль выражение своих мыслей я простой человек живущий в канаде достаточно долго недавно вот отметил 25 лет проживания в канаде родился я в советском союзе и даже я скажу что недавно мне пришло в голову если у меня в анкетах где-то появляется страна рождения я пишу совет юнион то есть советский союз я не пишу там раша или россия я пишу советский союз потому что на самом деле я родился в советском союзе и кстати недавно там этот всем известный товарищ с усами песков говорил что россия не выходила из состава советского союза ну его тут же опровергли да нет выходила вопрос спорный тем не менее я родился в советском союзе я служил в армии в советском союзе я давал присягу советскому союзу теперь этой страны больше нет ну и соответственно все мои обязательства от этого все мои обязательства к советскому союзу не имеют больше под собой почвы да теперь то что я хотел бы сказать несколько слов о людях которых я слушаю очень внимательно от которых я набираюсь знаний опыта несмотря на свой возраст я всегда говорю что учиться нужно до конца своей жизни не учусь михаил виллер просто обожаю слушать его ролики мне кажется человек просто гениальный он говорит те вещи он говорит правильно именно выражает правильно те мысли которые ну вот лично у меня сидят в голове слушая его я вижу мир немножко шире я начинаю понимать что не только я думаю именно так и он даже расширяет границы моего видения потому что он говорит да ну посмотрите вот это же происходит именно так и так я думаю ну действительно вот я вижу что-то а михаил иосифович мне объясняет что да это так и даже посмотрите шире это даже больше чем так то есть я рекомендую всем слушать михаила виллера я рекомендую всем читать его книги и вот эти его небольшие ролики по 20 по 30 минут которые он выпускает раз в неделю гениально просто гениально я ему аплодирую не жалея ладоней и я на его стороне 200 процентов следующий товарищ которым бы я хотел восхититься это юрий табах ну некоторые табах его называют ну табах гарри там еще говорят это в россии хотя сам он говорит что он не гарри он юрий гарри его назвали уже в америке когда стал служить когда ему сказали как тебя зовут он говорит юрий а давай мы тебя будем звать гарри то есть он не сам себе выбрал это имя ему это имя присвоили тем не менее я думаю что россия и украина его зовут гарри чисто для того чтобы повыделываться на самом деле он юрий но юрий юрий табах большой привет и он мне тоже показал очень много таких вещей на которые я раньше не обращал внимание в частности это его отношение к трампу да он не профессионал он не журналист собственно я тоже не журналист и не профессионал и на это никак не претендую тем не менее у него есть талант разговаривать с народом иногда он срывается может быть начинает спорить и кричать как военные я его понимаю как военного вот сам я не военный то есть но я прослужил в армии там какое-то время я знаю как браться за ружье и более того скажу что я у меня оружие в доме достаточно много и я пытаюсь следить за тем о чем говорит значит юрий табах что происходит в америке почему потому что он абсолютно прав на наши права наезжают на наши права наезжает и живя в канаде мы очень-очень пристально смотрим за тем что происходит в америке на америку наезжают это это глобальный процесс я немножко об этом дальше скажу но это глобальный процесс, на который нужно пристально обратить внимание. Россия – это карикатурное изображение того, что происходит в мире. Россия, кто знает английский, поймет меня – Раша. Раша – это торопыга. Понимаете? Потому что Раш по-английски – это торопиться. И вот Раша, можно так вот перевести торопыга, она бежит вперед всех, она хочет показать коммунизм. Кто изобрел коммунизм? В России изобрели коммунизм. Вернее, не изобрели, а воплотили, потому что изобрел Карл Маркс. Если обращаться далеко в какие-то дебри, там даже не Карл Маркс изобрел, он просто вытащил это из древних ремлян и воплотил в свои учения. Карл Маркс, потом Фридрих Энглис к нему присоединился по пьяни. А Владимир Ленин взял и воплотил это в России. Поторопился. Нормально? Нормально. Хорошо. Ура! Вперед! 70 лет. Или сколько у нас там? С семнадцатого года по девяносто седьмой, по девяносто первый, да? Ну, поторопились, показали. Теперь что происходит? Теперь происходит то же самое. Теперь происходит то же самое по одной простой причине, потому что мир абсолютно меняется. И вот к товарищу Мальцеву Владислав Владиславить Мальцев. Во-первых, самое первое. Глубокое уважение Владиславу. Вот мы с ним примерно одного возраста. Ну, там буквально на годок он помладше меня. Но он умнющий мужик. Вот я его слушаю с пятнадцатого года. Обратил внимание на арт-подготовку. Что такое арт-подготовка? Я заинтересовался. Арт-подготовка, арт-подготовка. Опа! Оказывается, революция. А почему революция? А зачем революция? Я скажу честно, что мои взгляды меняются. То есть, точно так же, как говорил товарищ Мальцев, если человек не заплесневел мозгами, то он может поменять свое мнение. Да, я меняю свое мнение. То есть, у меня было мнение, допустим, о том же Петре Толстове. Вот я смотрел его передачу, там она по одному называлась, потом стало называться, как время покажет. А потом он, как сказал, Акунин. Не дай бог Акунин будет в школах преподавать ее, Коломане. И я понял, что у Петра чего-то там не хватает в голове. Вернее, может быть, даже чего-то хватает, но слишком много. Все, для меня Петр Толстой стал врагом. И точно так же я стал слушать Мальцева. И я понял, что этот человек, это гений практически. Вот. Ну, я немножко дальше расскажу, что не совсем он гений, конечно, что он просто человек, но тем не менее прислушиваться к Вячеславу Мальцеву, я стал, постоянно стал слушать его передачи и прислушиваться к нему нужно. Не всегда у меня есть вопросы к нему. И самые главные вопросы я начал даже выписывать. Почему я начал выписывать? Потому что, ну, опять же, не хочу там хвастаться туда-сюда, но как человек думающий, я и слушающий постоянно Мальцева, я начал находить некоторое несоответствие. Не всегда, далеко не всегда, конечно. Но, как говорил наш дорогой друг из классического фильма, я все записываю. И какие-то моменты, которые у меня возникают в виде вопросов, я действительно выписываю и хочу ему задать. Моментов этих, ну, не так много, но они, они, они есть. И я даже сейчас их оглашу. Например, во-первых, я хочу себя обезопасить, опять же, фразой Мальцева. То есть, вот, плохие новости, его любимая передача. Плохие новости от 22 апреля 21 года Вячеслав сказал, кулаки, я цитирую, кулаки самые страшные для власти люди, им не нужны начальники. Поэтому мы будем создавать таких людей. О, прекрасная фраза. И даже я, ну, конец цитаты, да, я не сказал. Я скажу, что я один из таких людей, которым начальники не нужны. Я не хочу начальников. Я признаю начальников. Я признаю субординацию. Но с начальниками я могу спорить и ругаться. Вот Вячеслав Мальцев для меня является таким, ну, потенциальным, как бы, начальником. Я за его народовластие двумя руками. Я его поддерживаю всеми руками и ногами. Но я готов с ним спорить. И я готов приводить свою критику. И даже я написал в его газету «Искра», что давайте создадим такой отдел в газете «Полемика». Ну, поскольку, поскольку я признаюсь, я немножко ленюсь писать каждый день и каждую неделю, у меня совсем другие заботы. Я на работе. Я рабочий человек. И, значит, выходные я провожу с семьей и вот так вот собраться, чтобы что-то сделать. Ну, для меня это нужно время, нужна муза. Ну, короче, мне нужно собраться. Поэтому я вот так вот даже я записываю передачи свои очень иногда. Так оно дальше и будет. Но, тем не менее, я вот такой вот кулак. Я такой свободный человек. И я Мальцева критиковать не боюсь. И буду его критиковать. Значит, почему я буду его критиковать, я объясню. Потому что, когда придет народовластие и когда Вячеслав Вячеславович станет президентом или тираном, там, диктатором, да, как он обещает, мы должны уметь его свергнуть. Он говорит, что через 4 или через 5 лет я уйду сам. Ну, хорошо, да. Но это все обещаниями, как говорится, не накормишь народ. Мы должны сейчас практиковаться для того, чтобы потом это обещание было выполнено. Слава, я прав или нет? Я думаю, что я прав. И есть еще несколько примеров, которые я бы привел. Сейчас не буду говорить о них, потому что бы просто времени тратить. Но есть еще несколько таких примеров. Они у меня тоже все записаны. которые бы я хотел обсудить и поспорить и, так сказать, вынести на народное обсуждение. Понимаете, дело в том, что народовластие, оно не рождается... Вот раз и сказали, сегодня народовластие. Такие анекдоты были, да, сегодня наступил коммунизм. И даже тот же самый Саша Сотник говорит, так не случаются революции. Что ты пришел и объявил. И вы знаете, я, несмотря на то, что Сашу Сотника я тоже внимательно слушаю, и он мне нравится своими актерскими талантами, ну, съехывает он как-то, ну, неправильно он говорит. Не знаю. Его тоже поправлять нужно очень много. Вот. Мне жаль, что Сотник с Мальцевым ругаются, потому что они бы могли составить хороший тандем. Ну, что есть, то есть. Ладно, Бог с ними. Вот. Но, тем не менее, Мальцев объявил революцию, значит, в определенный момент времени, да, и Сотник это категорически критикует. Так дела не делаются. И вот в этом я с Сотником согласен. Я хочу сказать, что нам нужно учиться сейчас Мальцева критиковать. При всем нашем уважении, дорогие дамы и господа, я уверен, что многие видят, что Мальцев он тоже, ну, какой он гений, да, но, тем не менее, он делает ошибки. И вот эти ошибки нужно выносить в народ. Не тыкать в Вячеслава, а указывать ему, говорить, что Слава, слушай, вот как народ мы думаем, что вот здесь ты не прав. И это ему очень поможет. И это всем поможет. Потому что, когда придет народовластье, тогда будет уже учиться, может быть, уже поздно. Учиться нужно сейчас. И строить народовластье нужно прямо сейчас. Если мы сейчас будем строить вот это народовластье, значит, у нас органично, абсолютно выйдет вот эта революция. И мы все, кто верит в эту революцию, кто хочет этой революции и кто будет поддерживать и жить после этой революции, мы не будем ошарашены. Мы будем это делать абсолютно нормально. То есть, вот сейчас мы уже должны строить наше народовластье во главе с Вячеславом. Так что, вот, ребята, я думаю, что кто меня поддерживает, пожалуйста, напишите. И о будущих передачах. Я буду все-таки канал поддерживать. У нас были обсуждения с Сашей Романенковым, что сделать с каналом. Потому что, я говорю, я, ну, выхожу раз в полгода, скажем так. Он говорит, давай продадим. Я говорю, ну, продавай, если хочешь. Ну, после этого у нас как-то ничего, никто не продает. Ни я не продаю, потому что я не продавец и не продавец. Ну, и ему тоже он на канал, в общем-то, забил. На этот свой запасной по известным причинам. Потому что, ну, сейчас ни денег в Россию нельзя пересылать. Не иметь отношения со всякими там нежелательными странами, в которых я нахожусь и живу. Сами понимаете. В общем, канал завис чисто на мне. Ну, а я, потому что этот канал для меня чисто для... Не заработок, ничего. Это для меня фан. То есть, это для меня хобби. И, естественно, я его поддерживаю буду только с этой стороны. Вот есть у меня что сказать. Я возьму и скажу. Нет у меня что сказать. Ну, извините, ребята. Пишите, пожалуйста. Пишите, может быть, даже звоните. Если наберется материал, да, я буду выходить. Если материала не будет, ну, тогда будет вот так вот. Раз в несколько месяцев. Я планирую на будущее, я планирую... Я почти договорился уже с одним своим товарищем и знакомым. Вот это такое небольшое объявление. Получится или не получится, я не знаю. Он ватник. Полный ватник. Но я с ним договорился. Долго разговаривал. Может быть, у нас получится с ним разговор. Он живет в России. Он живет в сибирской глубинке. Голосует за Путина и считает, что Путин это хорошо. Вот. Ну, если у нас разговор с ним получится, я его опубликую. Точно так же я хочу сделать разговор с одним из товарищей, который живет здесь в Канаде. Мы живем в Ванкувере вместе. Он сам украинский товарищ. И я его пытаюсь уговорить тоже сделать передачу. Ну, не знаю, получится, не получится. Он вроде бы дал согласие. Оба моих вот этих вот товарищей вроде бы дали согласие. Получится или не получится, не знаю. Ну, в течение месяца, наверное, мы определимся. В общем, следите за рекламой, пишите письма. И спасибо всем за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok